здравствуйте друзья хотел рассказать вам интересный случай который сегодня произошел несколько дней подряд там переносилась и снова переносилась и опять переносилась встреча с какой-то компанией я там знаю какой ну какой-то компании значит звонит наша или там пишет и звонит наша бывшая выпускница она уже там сколько-то лет назад закончила девочка из индии ну и вот надо встретиться с ней и с ее начальником по части сотрудничества но обычно у нас сотрудничество чё там ну там интернов беру знать как бывает ну и короче сегодня они пришли хочу пробка такая господи смотри вот сегодня они пришли и смотрим мы на них значит но начальника я первый раз вижу хотя очень симпатичный индус очень-очень славный парень но девочка наша выпускница она знаете одета ну вот как одеваются вот может быть даже не знаю в хорошем бизнесе бизнес такие ladies business woman так одевается в таком костюмчике я не знаю вот это так могут одеться например в так может один быть одет адвокат юри в хорошем юридическом офисе вот но такая вот прямо бизнес woman в чистом виде и и так она похудела и такая нас тройненькая симпатичная глазищи горят ну то есть редко увидишь вот чтобы там девушка из индии вот так выглядела и они они славные то есть у нас их много и они все очень такие но они домашние знаете они такие не не бизнес а вот такие просто домашние хорошие добрые симпатичные девчонки но вот это такая прям но начинаю вникать собственно что они хотят значит а у них контора которая грубо говоря рекрутерская но ну но точнее консалтинг можно так сказать потому что они нанимают людей и дальше их раздают там с проекта на проект раздают у них работает человек 50 работают они по всей стране не только в бэре и половина из них на h1b то есть они течь вам бина раз делают у них даже есть сотрудник штате который проводит всю паралегалскую работу а дальше только они вот там на адвоката сбрасывают и уже адвокат там делает все остальное то есть им как бы по деньгам выгоднее иметь своего собственного паралегал так что вот так интересно ну и пришли они поговорить насчет того чтобы ребят брать которые с опытом иногда может быть даже не не очень с опытом и там на какие-то свои проекты пристраивать но у них такая жизнь что им как сказать для них критично время вот им говорят иногда бывает на за один день человека найти на бывает за три-четыре дня надо найти поэтому они вместо того чтобы просто там по e-mail прислать сказать вот у нас requirement значит там если кого если кто-то есть давайте они пришли поговорить на предмет того что ну как бы дружить на такой основе приоритетной то есть они если есть какая-то позиция не и нам сбрасывают и если мы кого-то даём то они нашего кандидата обслуживают мы пропускают в приоритетном порядке то есть если и если есть наш и не обязательно наши они это будут брать наши не просто если что мы этом зарабатываем а в том смысле что нам надо студентов пристраивать если мы тратим время на то чтобы им давать там каких каких-то кандидатов это же не просто так резюме послал надо поговорить с человеком заинтересован не заинтересован особенности уже с опытом он уже более такой переборчивый то есть как-то надо поговорить а есть ребята которые как вам сказать вроде поработали и хотели бы дальше двигаться но они инертные именно в том что касается процесса поиска работы вот он может быть грамотные и умеет там и все такое но вот резюме там надо как-то его апдейт какой-то сделать там подписать значит нужно рассылаться нужно отвечать на звонки и вот есть на самом деле как ни странно может кому странным покажется но есть значительно больше людей которые могут работать чем людей которые допустим спокойно нормально без эмоций там без каких-то перегрузок моральных ищут работу вот вот таких кстати не так многое так что правда есть люди которые ищут работу легко как правило не не всегда но как правило они невзят на хорошо эту работу делают при этом вот странное такое качество либо здоров работу искать либо здоров ее делать а так чтобы и то и другое это реже это довольно редкое редкое сочетание качеств сочетание качестве ни того ни другого тоже не такое редкое кстати встречаются это не значит он не работает кстати он может при этом работать но вопрос он не умеет ни того ни другого делать это не повод не работать в общем что еще сказать и вот я на девчонку на эту гляжу но как девчонка она уже я не знаю сколько и лет ну может тридцатник ну ну такая хорошая и так у меня прямо радостное такое чувство такая американская девочка и вроде и индус . да и в то же время такая американская и рассуждает там и про резюме и про поиск работы и про рабочие визы она у них теперь она выросла в то что называется бизнес девелопенд менеджер вот и такой рост у нее произошел в общем а я помню что за первые свои работы она в лос-анджелес поехала то есть она настолько была но мотивирована что ты там упала что-то из лос-анджелес перепала и она туда поехала а потом уже там поработала сюда вернулась и тогда и мы с ней договорились что мы будем делать с ней сюжеты про их контору как они работают про поиск работы про визы там вообще все те вопросы которые вас будут интересовать вопросы к американскому сказать такому рекрутеру который еще и рабочие визы тоже делает и так далее мы их поспрашиваем то есть если весь ваш интерес просто чтобы кому-то резюме послать как бы вот ковровым бобометанием им заодно то может быть это неправильный интерес вот если вы хотите понять что-то лучше вот я думаю что это то чего я бы хотел помимо того что резюме поставить тоже никогда не мешает никому и не вредит но просто люди думают вот я ему я послал резюме почему же никто не перезванивает ну потому что резюме не впечатлило не заинтересовало потому что мало ли чего вот а в данном случае я какое-то другое предназначение в этом вижу то есть раскрывать глаза на такие вещи которые позволяют делать такие резюме и посылать такие резюме в правильное место чтобы тебе отвечали вот такое у меня впечатление я не договорился что мы будем как бы встречаться иногда они тут недалеко у нас от нашего офиса может быть там 20 минут там на машине в городе санта клара вот и у нее английский замечательный и она так улыбается невероятно вам вам понравится девушка я думаю мы с ней там ни одно видео сделаем я вот думаю повесить на нашем канале силы селикан валы войс или у меня есть принципе на английском канал портнов скол могу туда тоже поскольку она не русскоязычная очень надо подумать или может быть туда и сюда повесить но на нашем с переводом а там просто так повесить поглядим вот то поскольку новость такая хорошая радостная меня совершенно замечательные впечатления остались я вот спешу с вами поделиться а то чё там не делиться же грустными какими-то впечатлениями хотя нас как ко мне грустные не прилипают как-то так вот налетит вот как муха ты рукой махнул и муха улетела так что вот будем делиться хорошими радостными счастлива